сегодня мы выходим в новом для нас формате будем общаться с участниками дискуссии онлайн тема нашей сегодняшней программы продовольственная безопасность как вы видите беларусь в глобальном контексте на на волне коронавируса на волне тревожных ожиданий у он с выражениями как библейский голод как вы оцениваете эту ситуацию что такое вообще продовольственная безопасность ценность одна из ключевых государства фактически это рейтинг конкурентоспособности государства индекс мировой продовольственной безопасности беларусь на данный момент имеет высшие позиции большие конечно надежды надо возлагать именно на продукты питания в плане получения экспортных доходов мы самой упор стараемся в этой ситуации сделать на диверсификацию не зацикливаться на одном рынке и распределять нашу наши товары экспортного интереса по всему миру проблема в логистике проблема сейчас социально экономических последствиях от этих от карантинных и граничных мер помимо хлеба помимо мяса молока людям хочется чего-то и другого поесть выпить чашечку кофе чая с лимоном который там не по заоблачным ценам рынок более или менее сбалансируется потому что это продукты питания и люди будут отказывать себе не знаю в одежде чем-то еще но никогда не откажут себе в питании поэтому я думаю что мы сбалансируем а логистические цепочки даже те которые утрачены мне кажется достаточно быстро их можно восстановить приветствую всех кто нас смотрит и читает это совместный проект белорусского института стратегических исследований и белорусского телеграфного агентства экспертная среда сегодня мы выходим в новом для нас формате будем общаться с участниками дискуссии онлайн в условиях коронавируса мы решили прибегнуть к разумному дистанцированию у нас такой гибридный вариант часть экспертов здесь в биси но другие с нами на связи по скайпу рядом со мной аналитики биси антон дударенок и алексей авдонин и сейчас к нам подключаются начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия алексей богданов председатель белорусской торгово промышленной палаты владимир улохович проректор белорусского государственного экономического университета доктор экономических наук профессор алексей быков еще у нас на связи заместитель директора по научной работе института системных исследований в пк нам белоруси кандидат экономических наук гордей гусаков с ним его коллега директор этого института андрей или пук тема нашей сегодняшней программы продовольственная безопасность еще в апреле президент нашей страны требовал весь цикл сельскохозяйственных работ взять под жесточайший контроль продовольственная безопасность должна быть приоритетом сказал президент и вот цитата задача номер один и важнее ее нет так президент говорил 7 апреля уже 21 апреля прозвучало на мой взгляд сенсационное заявление от оон глава всемирной продовольственной программы дэвид бизли предрек миру голод библейского масштаба я думаю вы все слышали об этом сообщении в новостных лентах вот процитирую его мысль хочу подчеркнуть что ковид 19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей но и глобальную гуманитарную катастрофу миллионы гражданских лиц могут оказаться на грани голода и так вот он признала что коронавирус из-за которого были парализованы экономики целых стран и регионов по факторам угрожающим голодом об этом мы поговорим далее в нашем проекты но начать я хотел бы с другого попрошу слайды подготовить смотрите вот 12 мая по социальным сетям по новостным ресурсам разлетелись вот эти фотографии и это не поздняя осень и не зима это середина мая вы думаете середина мая в беларуси на полях на деревьях на детских площадках все покрыто снегом я вот помню в 2013 году после хавьера шутили что тот год запомнится тем что белорусы сажали картошку в снег ну вот на тебе теперь это реальность ну что ж сейчас я обращусь к нашему эксперту с нами на связи дмитрий рябов который на протяжении многих лет сообщает нам прогноз погоды в нашей стране дмитрий рад вас приветствовать у нас была теплая зима холодная весна вот мы видим в мае снег лежит скажите каким будет лето и вопрос не праздный с точки зрения обывателя куда поехать в отпуск какие вещи купить а с точки зрения наших аграрии нашего а пока чего нам ждать летом эта зима была самая теплая за весь период метеорологических наблюдений и также она была самая бесснежная зима то есть такой бесснежной зимы не было еще ни разу в нашей стране и конечно весной была погода крайне неустойчивая то в жар то холод нас постоянно бросало и конечно это сказалось в целом на природе вот посмотрите не было снежного покрова малое количество осадков то есть это уже привело к тому что уже в апреле месяце начали закрывать леса потому что было очень сухо не было снежного покрова плюс еще по юго-востоку нашей страны начал образовываться уже засуха особенно там делать на легких почвах появились пыльные бури у нас в этом году раньше времени и было их очень большое количество вот и здесь исходя из этого можно сказать так что лето в этом году у нас конечно будет очень теплым отдельные дни даже жарким его совсем недавно кстати вышел совместный доклад метеорологов и ведущих специалистов в этой области что 2020 году особенно летний период ожидается очень много различных природных катаклизмов в первую очередь это большое количество засух это пожароопасность вот и недобор осадков дмитрий хорошо спасибо большое спасибо за ваш комментарий мы его берем в работу сейчас попросим прокомментировать наших экспертов которые на связи знаю у вас сейчас работа готовить очередную программу с прогнозом погоды мы вас пожалуй отпустим а дальше уже продолжим дискуссию спасибо что приняли участие в нашей программе и так коллеги вот мы слышали комментарии дмитрия рябова впереди нас ждет теплое даже жаркое лето возможны катаклизмы засухи пожары и так далее я наверное обращусь в минсельхозпрод алексей игоревич как вот этот прогноз погоды коррелирует с планами и прогнозами наших аграриев по обеспечению собственного рынка по экспорту того чего у нас излишки и по импорту того чего у нас нет ну я не климатолог и не могу прогнозировать какой будет климат у нас в этом году и далее но в целом конечно мы не можем не отмечать изменения климатических условий и это уже не первый год у нас происходит это все как бы на поверхности поэтому не первый год мы работаем над тем чтобы развивать как можно большее количество посевов с использованием более засухоустойчивых культур вот и сегодня мы также принимаем ряд мер для того чтобы обеспечить наши зерновые культуры которые мы уже посеяли достаточным количеством воды для этого на наших растительных каналах просто задвигаются задвижки подымается уровень грунтовых вод до ближе к поверхности это все мероприятие проводится в целом же мы гнозируем получить в 2020 году производство значит ожидаемое производство в целом по сельхозорганизациям в республике сто четыре с половиной процента уровня валового продукта к прошлому году сто три и три это в животноводстве и сто пять и шесть в растеневодстве если говорить в целом обеспеченности продовольствием в нашей республике то мы из себя практически на более чем 80 процентов обеспечиваем продовольствием и товарами вот являемся республикой с по самообеспеченностью по основным видам товарных групп по порядка 20 процентов ввозится товаров так называемого критического импорта тех товаров которые по тем или иным климатическим или другим условиям не производится в республике беларусь например такие как цитрусовые тоже кофе например чай и другие товары вот но то что касается самых основных видов продукции это мясная молочная хлебоболочная группа то здесь мы полностью себя обеспечен и показатели которые есть в том же министерстве антимонопольного регулирования может они об этом тоже скажут в будущем впереди о том что мы практически на 99,9 процента в торговых сетях сетях имеем обеспеченность именно отечественного производства товарами мясомолочной группы либо булочной группы те товары которые наиболее являются социально значимыми для населения любой страны мы производим в республике 7,4 миллиона тонн молока в год ориентировочно из которых 60 процентов экспортируем мясо 1,2 миллиона тонн из которых 30 процентов это наш экспортный потенциал вот из продукции растеневодства экспорт составляет порядка 500 миллионов долларов сша и ежегодно растет вот значит молочная группа 2,2 миллиарда долларов и в прошлом году мы практически подошли к миллиарду долларов по мясу где-то 900 с копейками миллионов долларов был экспорт в текущем году ситуация с экспортом продовольствия у нас мы отмечаем положительный тренд за первый квартал текущего года экспортировано на продовольствие на сумму 1,4 миллиарда долларов сша что на 9,8 процента больше чем в первом квартале 2019 года да безусловно некие тенденции связаны с мировой пандемией этим кризисом который возник на фоне падения цен на нефть мы отмечаем негативные факторы наверно мы об этом еще дальше поговорим это поговорим впереди а я еще конечно обращусь к но чуть чуть позже обращусь к господину лоховичу по поводу наших экспортных плана да потому что белл тпп внешние рынки и задача которая стоит перед нашим экспортоориентированным государством она очень важна я просто сейчас еще хочу докрутить вот эту тему с неблагоприятными условиями хочу обратиться к нашим коллегам из национальной академии наук тем более что они стояли у истоков наших документов которые регулируют вопросы продовольственной безопасности скажите коллеги как вот фактор климата фактор погоды весной зимой летом в нашей стране фактор последствий коронавируса в других странах будет влиять и влияет сейчас на нашу продовольственную безопасность хотелось бы подчеркнуть но предыдущие результаты относительно сферы продовольственной безопасности согласно международным рейтингом или международной оценки международным оценкам продовольственная безопасность белоруссии посту имеет поступательное движение повышается эффективность обеспечения продовольственной безопасности в частности например международного рейтинга британского таблоида за иконами, подразделения, анализ или индекс мировой продовольственной безопасности, Беларусь на данный момент имеет высшие позиции, занимая 36 место. Следует подчеркнуть, что одно из первых или высших мест Беларусь имеет по такому критерию, как доступность продовольствия населению. Спасибо, коллеги. У меня зреет вопрос Владимиру Евгеньевичу, как мы в ситуации на внешних рынках будем с ними взаимодействовать. Но прежде я попрошу наших экспертов в БИСИ очертить ту ситуацию, которая складывается, азиатские, африканские рынки, на тех рынках, где производят, где покупают. Вот попрошу Антона Дударенко, он изучал по открытым источникам, что у нас за ситуация здесь. Добрый день. Продовольственный мировой рынок продолжает испытывать разного рода библейские казни. То есть, как и раньше, там, саранча пожирает посевы в 23 странах Ближнего Востока Африки. Как и раньше, климатические перепады, изменения, но только немного в большей степени. Между государствами продолжаются конфликты за воду, военные конфликты за ресурсы. Вот на это накладывается сейчас фактор коронавируса. В чем он заключается? В том, что по глобальным оценкам продовольственная ситуация у нас очень хорошая в мире в целом. Если брать в целом оценку, то есть, прошлогодний урожай достаточен. То есть, основные продукты питания тоже по оценкам у нас в глобальном масштабе более чем достаточно. Проблема в другом. Проблема в логистике. Проблема сейчас в социально-экономических последствиях от этих карантинных и граничных мер. В соответствии с докладом ООН о влиянии коронавируса на экономику развивающихся стран, то есть, эти три региона, Латинская Америка, Африка, Азия, Ближний Восток, соответственно, столкнутся с проблемой рецессии. Экономической рецессии, когда им нечем будет отдавать долги. Отсюда возникнет проблема голода. То есть, по оценкам, к тем 821 миллиону голодающих в мире прибавится миллионов 130. Да, это 821 за, по-моему, за 18-й год, когда экономика работала в штатном режиме, ковида не было. Да, да. Ну, уже говорят, что один из восьми, а не один из девяти голодают. И, в принципе, человечество движется к миллиарду голодающих, уверенно. Особенно вот в 2020 году. Цифры страшные. И вот если брать еще вот такой пример, кофе я остановился, упомянул, но можно остановиться подробнее. То есть, Колумбия, Бразилия, одни, две, две из четырех ведущих страны, которые поставляют кофе на мировой рынок, и из-за коронавируса там не хватает рабочих рук. Из-за ограничительных мер работники, которые собирают по большей части кофе вручную, не могут туда добраться. И, соответственно, некому собирать урожай кофе. Ну, естественно, это приведет к тому, что будет дефицит, цены вырастут. То есть, дестабилизируется рынок в этой части. Ну, и в целом мы можем говорить, что на это все накладывается не только трудности, как собрать урожай, но и трудности, как его продать, кому продать, как доставить. И плюс еще ряд стран просто запретил вывоз некоторых своих продуктов питания за рубеж из-за опасений по поводу коронавируса. Хорошо, Антон, давайте дадим слово нашим экспертам. Я вот все подбираюсь к Владимиру Евгеньевичу. Да, вот наш эксперт отчертил контуры возможной ситуации, которая будет складываться в мире, и как мы будем работать в этой ситуации. Я вот с бытовой точки зрения, когда началась эпидемия коронавируса, страны начали закрываться, принимать экстренные меры. Ну, хорошо, маски можно произвести самому, самому. Их можно купить. А когда, ну, простите за такое утрированное сравнение, когда ни у тебя, ни у соседа, в хлеву никто не хрюкает, на поле ничего не колосится, да? Мы же знаем, что во время коронавируса экономические связи, логистика, все это прервалось в предприятии, люди уходили на карантин. Как в этой ситуации, складывающейся на внешние рынки, мы будем с внешними рынками работать? Спасибо, коллеги, всех приветствую. Вы знаете, вот действительно, нынешняя ситуация, она изменила фокус и понимание, что такое вообще продовольственная безопасность. Она прояснила и показала, что эта ценность одна из ключевых для государства. По большому счету, государство, которое обеспечивает продовольственную национальную безопасность в той или иной степени, вот Беларусь в этом плане выглядит очень достойно. Фактически, это рейтинг конкурентоспособности государства сегодня. И многие эксперты сегодня иначе смотрят на этот процесс. И с точки зрения ценности этого элемента, как части государства, государственного устройства, и с точки зрения прогнозирования. Во многих странах вообще не было такой категории понятия, как продовольственная безопасность. Сегодня читаем тексты, общаемся с экспертами. Люди пытаются построить такой взгляд уже на долгосрочный горизонт. Как обеспечить продовольствием, какие инструменты, какие прогнозы, какие сложности, какие будут барьеры. Поэтому это вот такой новый контекст. Я думаю, он будет влиять достаточно долгое время на фоне вот той экономической рецессии, которую мы имеем. Для нас, как страны открытой и страны экспортно ориентированной. У нас, кстати говоря, я вот все время вспоминаю одну из диссертаций московского коллеги. И там индекс экспортно-ориентированности государств. Мы были в этом рейтинге на втором месте в Европе. Только Бельгия была выше. Но у нас показатель этот выше, чем в Германии и в других так называемых промышленно-развитых странах. Так вот, эта ситуация нынешняя, она немножко изменяет контекст. И для нас, по большому счету, то, что говорил Алексей, вот эти наши задачи по экспорту, я думаю, они будут выполнены. Выполнены потому, что есть большая потребность в продуктах питания. И то, что мы делаем, конечно, для нас есть элемент вот такой позитивный. Но при этом надо понимать, что в целом рецессия, экономический спад будет влиять в том числе и на торговые отношения. С точки зрения, конечно, привлечения финансовых средств, новых технологий, инвестпроектов в аграрном секторе, это подморожено будет. Это однозначно. Нам надо это понимать. И с этой точки зрения, я думаю, внутри страны, в рамках нашей доктрины национальной продовольственной безопасности, вот там есть элементы, по которым, наверное, и с точки зрения теории, и, конечно, с точки зрения практики нам стоит поработать. И с позиции госрегулирования, долгосрочного планирования, и с позиции, вот кто-то из коллег говорил, сейчас важнейшие моменты, важнейшие ценности – это вода и земля. Вот сохранение естественных ресурсов – это будет стоять задача перед нами очень серьезная. Это тоже имеет отношение к экспорту, потому что экспорт – это не просто сегодня произведенная продукция, это глубина производственного процесса, это независимость от, скажем, кормовой базы, генетических материалов и так далее. Это баланс экспорта и импорта, потому что экспорт для нас – это в том числе наполнение бюджета, это обеспечение социальной сферы. Поэтому вот этот комплекс вопросов, он станет перед нами очень остро. А то, что касается этого года, мы уже видим запросы и интерес белорусской продукции. Но понятно, что есть текущий момент, конъюнктура. Сейчас у нас ежедневно идут запросы по тому же этиловому спирту, понятно, что это сегодня востребовано. И еще один момент, который я хотел сказать. Продовольственная безопасность и экспорт. Есть два подхода сегодня в рамках наших интеграционных объединений. Поскольку есть Евразийский экономический союз, вы знаете, там введены меры, ограничительные по луку, по чесноку, по гречке. Но в целом, как оказалось, мы договорились на уровне пятерки о том, что мы обеспечиваем внутренний рынок только по, по-моему, там по фруктам 40 процентов. А все остальное мы закрываем. Но вот сейчас стоит вопрос. Не так скоро, скоро, наверное, не так давно был разговор с министром новым, там Коляном, да, который с первого февраля работает и ведет эту тематику. Скоро будет встреча министров сельского хозяйства. Обсуждение общего подхода к вопросам продовольственной безопасности. Есть два подхода. Либо на национальном уровне и потом сумма. Либо другой подход. Все-таки искать общий такой подход. Потому что с помощью все-таки интегративных элементов, может быть, нам и получится больше выставить. Но ценность еще евразийской интеграции сегодня и для нашего экспорта показала. Потому что у нас есть большая ниша здесь, ну и рынки третьих стран. Суммируя, хочу сказать, что нам предстоит к экспорту отнестись в таком уже более долгосрочном подходе. То, что я говорил. И с точки зрения производственных процессов, сохранения естественных ресурсов в таком стратегическом плане. А то, что мы сегодня имеем, то, что наработано в стране, оно работает, будет востребовано. Я думаю, вот Алексей со мной согласится. Мы и в этом году. И я думаю, что мы уже 21 год видим, как очень востребованные рынки для белорусской продукции. Коллеги, я вот попрошу присоединиться к нам профессора Быкова. Вот вы уже услышали точки зрения и оценка нашего Минсихоспрода и БелТПП и наших представителей Академии наук. Как вы видите Беларусь в глобальном контексте на волне коронавируса, на волне тревожных ожиданий ООН с такими выражениями, как библейский голод? Как вы оцениваете эту ситуацию? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте согласиться, в общем-то, с предыдущими выступающими. Я в большинстве случаев поддерживаю, потому что, ну, если говорить про наш комплекс народных хозяйств, который завязан на продуктах питания, сельском хозяйстве, наверное, он самый крупный и самый глубоко интегрированный, потому что вот он занимает порядка 18-20% белорусского ВВП, если брать и сельское хозяйство, и продукты питания, сети распределительные. Там много услуг задействована, та же логистика торговля, там задействованы удобрения, поэтому это, наверное, на втором месте только строительство идет у нас в Беларуси. И в условиях, когда вот традиционные наши продукты, которые мы продавали раньше, скажем, нефтепродукты, с ними трудности, ну, с удобрениями тоже могут возникнуть снижение цен. Что касается, допустим, химии, там тоже как бы ситуация такая не очень предсказуемая. В кризис всегда страдает машиностроение, мы знаем уже по предыдущим кризисам мировым. Поэтому большие, конечно, надежды надо возлагать именно на продукты питания в плане получения экспортных доходов. Ну, конечно, здесь технический прогресс не стоит на месте. Все, наверное, слышали про цифровое сельское хозяйство, где скоро не понадобится практически вообще рабочих рук. И к этому, наверное, мы должны идти. Здесь главное – это техника, то есть обеспечение нашего комплекса сельскохозяйственного продовольственного современной техники, которая могла бы, в общем-то, как экспортироваться, так и у нас, в общем-то, участвовать в воспроизводственном процессе. Но что касается вот всего мира, то, конечно же, в первую очередь, авторитетные эксперты, такие как КПМГ, РСКИАР, там и прочие компании, они говорят о разрыве цепей поставок. То есть все сложные цепи поставок, они в кризис этот несколько разрушаются. Где у нас, в каких отраслях такие сложные цепи? Ну, наверное, конечно, это электроника, в первую очередь, такие вот продукты, которые, компоненты производятся в разных регионах мира. И вот все эти ограничения негативно влияют на цепи поставок. Что касается пищевых, пищевой отрасли, то, в принципе, цепочки-то здесь попроще, но вот правильно согласен, я полностью озвучилась мнение про такие экзотические продукты. Действительно, там кофе и чай, там и прочие вещи, там или, допустим, рыба там для суши, понимаете, надо быстро поставить, пока не испортилось. Ну, вот здесь, конечно, проблемы могут возникнуть, но такие базовые продукты, которые вот мясо, молочные, там овощи, фрукты, ну, мне кажется, здесь как бы нету оснований полагать, что будут какие-то вот серьезные в плане нашего региона изменения, ограничения. Вот, поэтому другое дело, что как раз-таки из известных в истории кризисов, вот взять, допустим, Великую депрессию, да, там был кризис спроса, то есть уменьшился спрос и перепроизводство получалось, то есть когда предложение превышало спрос. И продукты, все, наверное, знают, это из статей, что уничтожали тогда американцы даже продукты питания, Великую депрессию. Ну, вот, а этот кризис, он одновременно кризис спроса и кризис предложения, то есть и спрос падает на товары разного рода, ну, и одновременно и предложения, что уравновешивает друг друга. Ну, вот, кстати, наверное, на продукты питания в мире спрос не будет падать, потому что люди как кушали, так и будут кушать. Другое дело, что вот все эти озвученные вещи с возможными прогнозами по голоду, действительно, если в каких-то странах нет денег или долги большие, ничего не экспортируется из традиционных товаров, там может быть такое случится, поэтому мы должны быть готовы, видимо, помогать. Вот, что касается Евросоюза, уже такие публикации были, что не хватает рабочих рук, когда сейчас посевная, вот, и поэтому, хотя границы закрыты, но трудовых мигрантов они уже начали приглашать, чтобы не останавливать этот процесс, но если там какие-то все-таки сбои будут, ну, в принципе, мы должны понимать, что, в общем-то, для нашего экспорта надо думать, как воспользоваться такими возможностями. Да, сложно, я вот читаю, сложная ситуация, читаю даже сообщения по прессе, из-за вот этих ограничений фермеры прямо вот выбрасывают свою продукцию, да, это не только в Евросоюзе, но и в России характерно. Опять же, да, вот ту тему, что вы затронули, а как же с трудовыми мигрантами, да, вот, я так понимаю, в Польше, в Германии ждут, в том числе из Украины мигрантов, которые традиционно приезжают работать на полях. Тут очень сложная цепочка, я вот, знаете, прочитаю заявление ФАО, да, которое озабочено всеми этими тендентами на мировом рынке, вот, цитата, «Пандемия COVID-19 является глобальным кризисом, который уже сказывается на работе продовольственного и сельскохозяйственного сектора. Необходимы срочные меры, чтобы сохранить функционирование цепей продовольственного снабжения как внутри стран, так и на международном уровне, чтобы смягчить риск крупных потрясений, вот, и в том числе потрясений, которые, конечно же, коснутся, в первую очередь, малоимущих». Так вот, в этих ситуациях восстановление разрушенных, ну, может быть, не разрушенных, остановленных производственных цепочек, логистика и так далее, и тому подобное. Вот как Беларуси защищаться или продвигать свои интересы в одиночку, мы сейчас видим в мире рост национального эгоизма экономического, или в рамках ЕС, в рамках интеграционных объединений. И вот, да, Владимир Евгеньевич об этом говорил, что будет встреча впереди, и будут эти вопросы обсуждать. Вот, Алексей Авдонин, как Вы считаете, нынешняя ситуация, она к чему ведет? Именно мировая торговля обеспечивает наполнение того или иного региона товарами, которые именно в этот момент необходимы, и тем самым решаются проблемы голода. Это утверждает и ООН, и ФАО. Но как раз именно пандемия привела к тому, что логические все цепи были разорваны. И как результат, сейчас в отдельных регионах есть огромное количество ресурсов, огромное количество сельхозпродукций, и одновременно нельзя эту продукцию доставить. Это мы видим не только по отдельным регионам, но в том числе и внутри стран. Мы говорим и про Евросоюз, и про Россию. В России, я думаю, Вы много видели картинок, в том числе, когда продукция из юга России не может быть поставлена ни в Москву, ни в Питер, и в результате она просто выкидывается. Мы на протяжении последних, наверное, 20 лет активно инвестировали огромное количество средств в обеспечение, во-первых, и повышение механизации, сегодня правильно об этом говорили. Механизация сельского хозяйства у нас на достаточно высоком уровне, а значит эффективность, производительность очень высокая. И как результат мы, естественно, способны обеспечивать себя и закрывать свои потребности. Но вопрос здесь вот сейчас встает о том, не будет ли на фоне жесткого дефицита продукции на мировом рынке из-за разрыва в логистических связей, из-за невозможности доставки продукции, из-за климатических особенностей, активный выход на этот рынок продукции ГМО. Мы вот сегодня не затронули это, но в действительности сейчас это на экспертном уровне, на мировом уровне активно обсуждается, что для того, чтобы удешевить продукцию, потому что она в условиях дефицита и в условиях климатических особенностей будет только дорожать. И как результат, естественно, те корпорации, компании, которые ориентированы на разработку продукции ГМО, они будут активно пытаться внедрить на наш рынок, и рынок ЕС, рынок ЕС, Евросоюза, Азию, там где, в принципе, есть регламенты, и они защищены, сейчас эти регламенты могут быть нивелированы именно для того, чтобы обеспечить безопасность. Вот тоже хотел бы вопрос задать. Очень-очень интересный аспект. А, кстати, насчет внешних рынков, вот у меня вопрос к Алексею Игоревичу и Владимиру Евгеньевичу. Вот мы затрагивали тему России, это для нас важнейший рынок сбыта нашей продукции. Так вот, нынешняя ситуация, она дает нам дополнительный шанс или все-таки несет для нас дополнительные риски? Алексей Игоревич, давайте с вас начнем. Уважаемые коллеги, я бы молчал-молчал, пока обсуждалась эта тема, но я кратенько, наверное, коснусь того, что до этого было, и потом перейду к вашему вопросу. Да, да, хорошо, конечно. Честно сказать, вот у меня, может быть, немножко будет альтернативный взгляд на вот эту фразу уважаемого эксперта, руководителя ООН по поводу библейского голода. У меня очень большой эскептизм по поводу этого всего. Во-первых, не приводится никаких цифр, абсолютно. Я бы поискал специально, где, какой голод, у кого будет, каких стран конкретно. Ведь у нас же, мы живем не в библейские времена. Совершенно другой технический уклад. Производство выросло в десятки, в сотни раз в каждой стране мира, абсолютно. Такой разрухи в логистике абсолютно нет, это тоже неправда. Мы как поставляли продукцию, так и поставляем и на сегодняшний день. Да, есть трудности, безусловно. Мы же помним, когда, например, по Большому шелковому пути железнодорожные составы, они были просто заблокированы там все в Китае. Просто не хватало вагонов. Мы не могли заказать вагон, хотя спрос был. Но это давно уже все разрешилось. Вот. Поэтому откровенно скажу, по вопросу библейского голода, я очень сильно сомневаюсь, что это будет. Во всех странах растет производство. И пока действительно временные трудности, может, с клубникой в Германии или в Польше собрать невозможно, потому что там большой ручной труд, уже они эту проблему уже решают. Уже там запрос пошел на Украину, туда-сюда, они пытаются проблему решить. Но в целом по основной группе товаров, это мясо, молоко, зерно, там высокая степень механизации процесса. У ДОИ производительность труда выросла в десятки раз с тех пор, даже когда мы избавились после Второй мировой карточной системы на продовольствие. Только, по-моему, в 50-60-е годы только в Германии отменили карточки на продовольствие. Поэтому здесь очень я сомневаюсь в том, что это было. Да, возможно, голод усилится в тех странах, где и так был голод. Ведь посмотрите на ту Африку. Мы поставляли в африканские страны по программе ООН мясо-птицы. В частности, Аркеменадий Дежинский поставлял в 2018 году. Так это платил ООН. Это была помощь организации объединенных наций этим голодающим. Может быть, теперь там денег не будет это компенсировать? Возможно. Но в целом, сегодня американские фермеры выливают молоко. Сегодня в Европейском Союзе обсуждаются меры по сознательному снижению производства молока. Вдумайтесь. Сознательному. Его некуда девать. Сегодня рухнули цены от 20 до 50 процентов на молочную продукцию во всем мире. И поэтому сегодня стоит другая проблема. Я по отчеству не знаю, Алексей Быков, наш уважаемый профессор, он правильно сказал, что этот кризис теперешний будет двоякий. Здесь, наверное, больше проблема будет снижение спроса. Особенно на нашем основном рынке, странах постсоветского пространства, Российской Федерации. Люди ушли на вынужденный отпуск, самоизоляцию. И огромное количество, по словам выступления Владимира Владимировича Путина, увеличилось большое количество безработных людей. Пока им там компенсируют деньги. То есть зарплата не на что покупать будет продукцию. Мы уже сегодня отмечаем большое снижение потребительского спроса населения наших основных целевых рынков, это рынков СНГ. Мы видим статистику, которая показывает снижение среднего чека. Причем в самом чеке снижение стоимости среднего товара. То есть покупается он дешевый товар. Вот эта проблема спроса, она будет расти. То, что касается, то, что вы задали вопрос. Да, вот вы уже плавно начали на него отвечать. О рисках или все-таки шансах на российском рынке, как важнейшем для сбыта нашей сельскохозяйственной продукции? Мы стратегически выстраиваем нашу политику внешнеэкономической деятельности и реализации продовольствия, не основываясь только на ком-то одном рынке. Мы изначально во главу угла поставили диверсификацию, прекрасно осознавая, что даже на основном нашем рынке сбыта Российской Федерации высокими темпами растет производство конкурентных товаров. Это мясо и молоко и другие товарные позиции. Российская Федерация только за первый квартал увеличила производство молока на 10%. Это почти полмиллиона тонн. Это очень большое. При снижении спроса производство растет. Поэтому мы со мной упор стараемся в этой ситуации сделать на диверсификацию, не зацикливаться на одном рынке и распределять наши товары экспортного интереса по всему миру. Сегодня мы, значит, за прошлый год мы экспортировали в 104 страны мира наше продовольствие. Молочная группа в 55 стран и мясную группу в 20, почти 5 стран мира. Министерство активно ведет работу по открытию новых рынков сбыта с точки зрения ветеринарного санитарного допуска. В частности, в начале первом квартале мы еще 15 предприятий открыли на Китай. Открыли для себя молоко на Вьетнам, сертифицировали молочную продукцию. Сейчас заканчиваем по мясу, по говядине. И такая работа продолжается. Сертифицируем на Европейский Союз молочную продукцию. Она является самой тяжелой, рынок Европейского Союза один из самых сложных по доступу, по нетарифному регулированию, то есть по фитосанитарным мерам, ну и, соответственно, по таможенному регулированию очень высокие таможенные площади. Рынок очень защищенный, но с ним надо работать. Поэтому в этом плане министерство предпринимает очень много усилий, чтобы не потерять и действительно использовать этот кризис как шанс по увеличению объемов поставок на территории, куда мы уже пришли. По расширению ассортимента поставляемой продукции, то есть не только сухое молоко, но и конечный товар. Зайти в полку на магазин, поставить нашу продукцию, чтобы узнавался белорусский бренд, а не приходилось сырье, которое потом перерабатывалось, и местные производители локальные делали бизнес на нашем сырье, что в принципе тоже может быть, но в целом мы стараемся увеличивать долю присутствия конечного продукта в торговых сетях и на тех рынках, куда мы идем вперед. Ну и по поводу ГМО-продукции мы не считаем это большой проблемой. Моя точка зрения о том, что это тоже является большим политическим, экономическим, спекулятивным вопросом. Большая часть мирового сообщества научного не видит проблем в этом ГМО-продукции. И возможно ГМО-продукция в будущем, ну хорошая, правильная ГМО-продукция, она позволит действительно нивелировать процессы голода, процессы засухи, изменения климата. И здесь продукции ГМО мы подходим с научной точки зрения, с холодной, так сказать, головой. Владимир Евгеньевич. Да, вы знаете, что я вот хотел бы вот что сказать по поводу логистических цепей. На мой взгляд, ситуация не выглядит так драматично. Вот то, что мы видим, у нас, например, есть такой индикатор, мы выдаем свидетельства об обстоятельствах непреодолимой силы. Да, вот начиная с конца февраля у нас порядка 70 таких запросов, но все они касаются либо сферы услуг, либо поставок оборудования. Нет ни одного запроса по срыву контрактов по поставкам продуктов питания. И наше, мне кажется, наработанное, то, что Алексей говорил, партнерские отношения, наши рынки, плюс новые рынки, они более или менее неплохо работают по продвижению белорусской продукции. Да, есть сегодня опасения по падению спроса. Да, есть, мы знаем то, что случилось, Алексей, на новозеландской бирже по молоку падение, мы знаем и предполагаем, что и в России, скорее всего, потребительский спрос подсократится, как и в целом, наверное, в странах СНГ, куда мы поставляем Украина, наш тоже рынок очень серьезный и большой, по тому же картофелю. Но, с другой стороны, то, что мы видим, а в Китае подрастает. У них сейчас определенное такое, знаете, возрождение после ограничительных мер, и идут запросы, вот у меня и сегодня на столе лежит письмо наших китайских партнеров. Поэтому я думаю, что рынок более или менее сбалансируется, потому что это продукты питания. И люди будут отказывать себе, не знаю, в одежде, в чем-то еще, но никогда не откажут себе в питании. Поэтому я думаю, что мы сбалансируем, а логистические цепочки, даже те, которые утрачены, мне кажется, достаточно быстро их можно восстановить. То, что касается поставок, скажем, экзотических продуктов, нам, на наш рынок, то, что мы не производим, может быть, это как-то и повлияет. Но это несущественно с точки зрения, скажем, нормализации ситуации. И я вот согласен с Алексеем в том, что у нас, знаете, в чем наша, так сказать, сила, да, в том, что Беларусь последнее десятилетие очень последовательно и работала основательно в аграрном секторе с ориентацией на производство качественных продуктов питания. Поэтому мы и очень солидно выглядим на глобальном уровне, как экспортер, и мы достаточно спокойно себя чувствуем. Но нынешняя ситуация нас обязывает посмотреть на стратегию развития аграрного сектора, аграрных территорий, сохранения естественных ресурсов и наших промышленных аграрных производств, так, чтобы мы дальше имели такую устойчивую позицию. Коллеги, я благодарен за Ваш оптимистический взгляд, потому что мы живем в таких информационных потоках, которые транслируют традиционно пессимистичную картину. Понятно, в СМИ она лучше продается, нежели взгляд взвешенный, объективный, с цифрами. Вот как Вы, коллеги, приводили здесь примеры с цифрами и по библейскому голоду, и по другой фактуре. У меня вот на волне вот этой информационной я такой вопрос заготовил, мощный, сейчас я уже начинаю сомневаться, но тем не менее, да, вот у меня в руках раритет такой, газета «Звезда» за 17 июня 94-го года, здесь данные нашего статистического комитета, и вот здесь такая есть любопытная строчка, да, о доходах. Вот на 93-й год от подсобного хозяйства, да, у семей, рабочих и служащих 19% доходов было, у колхозников 46%, у пенсионеров колхозников 66,9%, 67%, да, ну фактически для значительной части населения в труднейшее начало 90-х год подсобное хозяйство, это было, ну перешли на натуральное хозяйство, да. И вот читаешь вот эти новости о том, что библейский голод, и я уже, думаю, спрошу уважаемых экспертов о представителе Академии наук, о представителе Министерства сельского хозяйства. За нулевые годы мы немножко обросли жирком, если в 90-е частное подворье, вот, которое, о котором идет в этой статистике за начало 90-х, подворье родителей наших бабушек были мощным подспорьем для семей белорусов, да, ну, то теперь там газон, мангал, место отдыха. И вот на волне вот этой информационной негатива я хотел вот спросить, так белорусам надо волноваться и запахивать эти газоны, ставить на них грядки, как это было в 90-е годы, или все-таки продолжать размеренной жизнью. Риски, которые говорят о продовольственном недостатке продовольствия в мире, скорее всего, преувеличены. Вот, наоборот, в связи с тем, что во многих странах снижение спроса, наоборот, будут увеличиваться остатки продовольствия, так называемые запасы на переходящие запасы на конец года. И в ближайшее время, наоборот, будет кризис перепроизводства продовольствия. И основная проблема будет, скорее, не в объемах производства, а в ценах. И цены тут имеют значение в двух параметрах. С одной стороны, да, мы понимаем, что снижение цены – это вроде как хорошо для потребителя, но по факту это снижение цен для потребителя не доходит. Мы понимаем, что цены снижаются на биржевые товары, на продукты, которые реализуются в основном крупными партиями, это не конечные продукты, и в данной связи будут страдать в первую очередь производители. И именно в этом ракурсе, с учетом предыдущих наших кризисных явлений, которые в Беларуси были в том числе, может быть, и мы ожидаем, будет снижение выручки, снижение рентабельности наших, в первую очередь, экспортеров, которые реализуют продукцию в недостаточно высокой добавленной стоимости. Сегодня, например, мы уже анализируем и понимаем, что у нас в Беларуси абсолютно правильная была сделана ставка уже в том числе с 1994 года до настоящего момента на создание крупнотоварного производства и крупных интегрированных компаний. У нас сегодня в стране две компании есть, которые крупноинтегрированы с объемом производства, с валовой выручкой более 1 миллиарда долларов США, которые только две эти компании реализуют на экспорт тоже около миллиарда долларов продукции. И вот эти компании, которые конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, связи там абсолютно оточены, отрегулированы, они сильно не потеряют. Поэтому основная проблема, конечно же, будет складываться с рынком с ценами и, возможно, еще мы ожидаем, будет проблема с скоропортившейся продукцией. В связи с тем, что, несмотря на то, что мы говорим о отсутствии проблем с логистикой, но по скоропортившейся продукции, это в основном овощи сезонные и овощи, фрукты, ягоды сезонного спроса, возможно, те производители в Беларуси, которые ориентированы сегодня, это мелкотоварные производители, в том числе фермеры, которые такую продукцию производят и раньше имели поставки или продавали эту продукцию поставщикам из Российской Федерации, здесь могут быть трудности вот в этом канале. И именно в данном ракурсе могут быть проблемы. В Беларуси нет никакой необходимости и целесообразности ориентировать граждан на возделывание собственного и увеличение собственного подворья. Да, я хотел бы коллеге сказать, знаете, это, наверное, вопрос все-таки не производства продуктов питания на подворье, да, вот, наверное, в наших генах, в генах беларусов этот аграрный момент, мы все земледельцы, да, потому что в послевоенное время строилась наша промышленность и наше село направлялось в город, сегодня мы построили и работают эти наши гиганты, но у каждого у нас есть связь с землей, с деревней, родственники, у кого-то еще и мама, и бабушка и так далее. И вот этот, вот знаете, генетический зов к возделыванию земли у людей есть. И многие знают, что на дачах люди именно из этого исходят. Конечно, нет никакого смысла, что называется, обеспечивать себя через подворье, да, но как бы отрываться от земли тоже, наверное, не стоит, потому что это такой труд белорусский, такой труд, который нас делает здоровее, очищает. Посмотрите на президента, уж он точно не мог бы, но тем не менее, он каждый год и свой урожайчик собирает, не для того, чтобы что-то там пополнить свои запасы, а как раз для того, чтобы облагородить свою жизнь этим трудом. Спасибо. Что ж, коллеги, работаем уже целый час, выходим мы на финал. Я хочу поблагодарить вас за эту состоявшуюся дискуссию. Я очень рад, что мы смогли посмотреть на проблему продовольственной безопасности намного шире, нежели мы читаем и в белорусских, и в мировых СМИ, где особенно в мировых доминируют такие тревожные тенденции. Мы сегодня цитировали и ФАО, и других представителей ООН. Но я рад, что я услышал от наших профильных ведомств, которые, как говорится, от земли занимаются вопросами земледелия, вопросами АПК, что ситуация выглядит несколько иначе. И лично у меня в осадке осталось, что за продовольственную безопасность нашей страны мы можем быть спокойны. Что ж, коллеги, я благодарю вас за состоявшуюся дискуссию. Буду рад вас видеть в экспертной среде во время следующих заседаний. Напомню, это был совместный проект BC и BELTA, экспертная среда. Сегодня мы говорили о продовольственной безопасности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова